Сериал Пачинка Южнокорейская звезда Ли Мин Хо играет дарами антигероя Ко Хансу. Во время интервью с ЕНЭ Ли Мин Хо сообщил, что он очень хотел эту роль. Он объяснил это тем, что он вырос как актер и готов рискнуть и поработать с новым персонажем, не таким романтичным и нежным, каких он бывало играл. Ко Хансу – кореец, работающий на японцев. Он новый рыбный брокер, в оккупированной японцами корейской деревни. Родом с острова Чеджу, переехал с отцом Японии в город Осака, когда ему было 12 лет. Ввиду его белоснежной панамы и белого костюма в стиле вестерн, в книге его образ употребляется элегантная птица с молочным белым оперением. У 34-летнего Хансу завязывается роман с 16-летней Санджу, после того, как он спасает ее от изнасилования японскими подростками. Хансу раз и навсегда влюбляется в Санджу. В сне он снова чувствует себя мальчишкой. Однако, когда Санджа сообщает ему о своей беременности, он сознается ей, что женат у него три дочери. Хотя Санджа и отказывается стать его любовницей, он на расстоянии начинает наблюдать за ее жизнью и защищать ее. Он сделал многое для нее и ее семьи. Но не стоит забывать культуру, в которой происходили события. Тогда честь семьи была превыше всего. А Хансу запятнал семью Санджи, и никакая его помощь не могла это исправить. Все усугубляется еще и тем, что он связан с Якудзе. Якудзе олицетворяется с жестокими, грязными, бесчеловечными людьми, которые готовы на все ради денег и власти. В военное время они сильно эксплуатировали корейцев. А в случае с Хансу, кореец эксплуатировал корейцев. Этот человек верил исключительно в себя и в знаниях. Чтобы сделать себе репутацию, Хансу и его свекор начали с судного бизнеса, обращаясь жестоко с бедняками, кому нужны были деньги. А потом уже присоединились к Якудзе. Будучи бедным мальчиками с Чеджу, без поддержки семьи, очевидно, что ему приходилось использовать любую возможность и поступать аморально, чтобы нажить себе богатство и достичь власть в Японии. Несмотря на холод со стороны Санжа, с ней Хансу всегда ведет себя спокойно и осторожно. Она никогда не была свидетелем его темной стороны, но тьма всегда присутствовала в нем. Ярким примером его жестокости и агрессивности может послужить то, как он чуть не убил свою юную любовницу за то, что она посмела его отвлечь от похорон. У девушки было полностью разбито лицо, и она чудом выжила. Но Хансу, по всей вероятности, не расстроился бы, если бы она умерла. Но, папа, в Европе мы все-таки не смогли выжить себя в стране. Мы все-таки не смогли выжить свою любовь и любовь. Чтобы получить роль Санжи, актриса Ким Мин Ха, у которой не так много актерского опыта, прошла немало сложных и волнующих этапов кастинга, которые длились месяцами. В последний день прослушивания она позвонила своей маме и сказала, «Если я не получу эту роль, я не пожалею об этом, потому что я сделала все, что смогла». Один из режиссеров сериала «Как и надо» впоследствии сообщил, что они не собирались брать на роль малоизвестную актрису. Однако очарованной актерской игрой Мин Хи, они не смогли ей отказать. В Корее все спрашивали, кто такая Санжа, потому что меня никто не знал, говорит Ким. «Мне было страшно. Что, если я разочарую их?» В итоге многие утверждают, что она сумела блестяще передать образ Санжи. Наверное, нет такого фильма, экранизация которого удовлетворила бы всех читателей, ведь у каждого читателя в сознании формируются свои образы, и каждый по-своему представляет происходящие события. В романе «История Санжи и ее семьи» рассказывается в хронологическом порядке, начиная с ее рождения и заканчивая историей о ее внуке Соломоне. А в экранной адаптации «Начинания Санжи» сопоставляются с борьбой Соломона. По-видимому, это такой ход, чтобы показать, как поступок юной Санжи повлиял на всю ее дальнейшую жизнь и ее семью. Большое упущение, что нет одного ключевого персонажа в сериале. Общего сына Хансу и Санжи – Ноа. Мадзасу, сын Санжи от Исака и Ноа росли вместе, оба веря, что они дети Исака. Только позже Ноа узнает, что человек, которого он боготворил, не настоящий его отец, а его истинный отец – член Икудза, оплачивавший его учебу в университете. Узнав правду, Ноа не может принять кровь отца. Он считает себя проклятым. Мало того, что все свое детство и всю свою жизнь он страдал, и его все время травили и считали за ничтожество из-за его нации, теперь на него обрушилась горькая правда об отца и матери. Он отрекается от семьи, бросает престижный университет и пробует начать новую жизнь. При этом никому не говорит, что он кореец. А в детстве он мечтал быть японцем, а потом понял, что не хочет быть ни тем, ни другим, а хочет быть просто собой. И вот он живет в Японии и ведет по уклотерю японского владельца Пачинго. Он женится и заводит детей. В конце концов, после многих лет жизни под вымышленным именем, Хансу снова его находит. Ноа, обезумевшая от того, что не может ни принять, ни сбежать от своего прошлого, совершает самоубийство. Таким образом, контроль Хансу над семьей Санжи навредила ее семье и ее сыну. Было бы лучше для них, если бы Санжа не позволила вмешаться Хансу в ее жизнь. Ведь Ноа искренне любил и уважал Исака. На такой грустной ноте мое видео подходит к концу. А что вы думаете о сериале? Напишите в комментариях. Я очень рад, что вы открыли и сделали эту роль Хансу. Я очень думала, что вы сделали очень хорошую работу. Так что, спасибо. Спасибо. До свидания.